это рубрика информационная безопасность сегодня мы говорим о том как обезопасить подрастающие поколения в нашем большом информационном пространстве у нас в студии михаил карпов председатель владимирской региональной общественной организации родительский комитет владимирской области михаил здравствуйте здравствуйте итак насколько сегодня остро стоит проблема безопасности информационной безопасности в интернет и вообще в информационном мире для подростков данный вопрос сейчас стоит крайне остро поэтому в принципе наша организация зародилась до для того чтобы решать это решать эту проблему хотелось бы отметить что такой маленький образ для наших телезрителей сказать что что такое информационная безопасность вот есть такой образ что вот как вот все наверное засаливают огурцы да мы огуречки свои положим хороший рассол получится хорошие огуречки а если положим плохой рассол к сожалению гречки выйдут нас плохие вот так же вот и с информационной безопасности если мы своих детей поместим в среду где благоприятная обстановка то они будут у нас развиваться а если неблагоприят к сожалению деградировать вот информационной безопасности заключается в том чтобы оградить детей от тех пагубных влияний которых их в дальнейшем не сейчас и здесь сейчас могут а в дальнейшем на далекую перспективу могут принять никакой ли тот или иной вред вот мы этим вопросами и занимаемся что конкретно делает родительский комитет в этом направлении в данном направлении в принципе вся наша деятельность на это и направлено но что мы сделаем вот есть нас общий курс лекции для старшеклассников вот мы в сентябре и в октябре ходили по школам и предлагали в принципе каждому директору школы в этом поучаствовать да и приглашать нас кстати говоря уже даже мы уже в одну школу сходили с этой лекции и директор был очень довольны но что мы там делаем 1 этот лекции по информационной безопасности это комплексная так сказать беседа со школьником где мы разбираем все аспекты тех или иных угроз к с которыми они могут вообще столкнуться в этом не второе у нас есть более узконаправленные до проблемы это мы разговариваем со школьной отрезвости 3 потому что одна одна из серьезных угроз это продвижение скажем так нетрезвых убеждений у нашей молодежи мы пытаемся говорить отрезвости сказать насколько перспективе эта жизнь для них будет выгоднее даже вы вот на таких вот пример вот ну а также конечно в комплексе если рассматривать то угроз у наших детей да и у родителей тоже очень большое количество и все эти угрозы в окон вокруг нас сконцентрированы о чем мы говорим да вот та среда в которой мы находимся где же там угроза находится да вот там где находится внимание у ребенка вот там могут быть угроза где сейчас внимание у ребенка находится но к сожалению многие родители в силу занятости загруженности дают ребенку гаджет да либо посадят ребенка перед компьютером телевизор тот контент который там пропагандируется к сожалению оценить каждый адекватно его не может и хотелось бы отметить там в предысторию до 30 лет назад у нас стране произошли определенные изменения которые кардинально изменили информационную политику в государстве если раньше государство говорила о том что мы отслеживаем мы контролируем контент который пропагандируется через средства массовой информации то далее сказали что теперь это вотчина кто как хочет то так и говорит да но есть какая конечно определенное ограничение но в принципе идеологической уже направленности нету и это дает очень широкий круг опасностей которые можно через эту сферу проводить они в принципе с самого начала и были но сейчас конечно ограничение все больше и больше вводит да вот у нас тут были пример как владимир владимирович выступал по защите семьи и семейных ценностей потому что до этого то этого не было и вот этот опасность которая пропагандировалась в умы наших школьников она очень серьезную последствия мило вот например был я в школе да не будем говорить какой школе это неважно но задал один простой вопрос ученика даже директор была в шоке от того как ответили ученики я спросил кто из вас хочет иметь детей да и сколько и где-то треть класса сказал что они вообще не хотят иметь детей не хотят а почему да потому что культура говорит о то что бери от жизни все а вот представляете теперь вырастет этот ребенок он не хочет иметь детей кто будет продолжать сказать преемственность поколения нашу родину то есть это закладывается мина замедленного действия на далекое будущее отдаленное будущее но остальной класс там еще где-то треть сказала что они хотят одного ребенка и еще где-то вот треть сказала о том что они хотят двух-трех детей то есть а вот кто хочет и только один человек сказал что он хочет больше трех я вам скажу что демографы сейчас бьют тревогу ввиду того что так проблема которая еще была у нас сконцентрирована 90-х годах провал рождаемость она вызвала серьезные катаклизмы в этой сфере и для того чтобы преодолеть ее надо рожать более четырех детей то есть один два три это все вниз то есть это провал демография демографической политики то есть грубо говоря один человек будет работать на страну в этом а остальные 30 два класса был остальные 30 не работают вот и вопрос михаил когда вы выходите со встречным предложение по организации лекции до в целях информационной безопасности руководство школы всегда ли вас слышит и понимает вот примерно треть директоров отозвалась вот городе владимир и прям положительно ну к сожалению пока мы не совсем вот мы с четырьмя школами уже посотрудничали ноября по декабрь потом и стали определенные ограничения мы тут уже конечно тяжело взаимодействие но да отклик есть но мы всегда мы не хотим навязываться хотелось бы сказать сразу директора мы всегда ждем предложений потому что вот когда вот приходишь не хочется вот навязывать на директорам родителям или чтем мы хотим быть востребованы если кто-то школы имеет запрос либо родителями и запрос мы от любых от любого человека применим запрос можем сами согласовать главное чтобы было востребованность потому что бывало такие случаи когда мы приходили а вопрос не востребованы и такая вот неловкость получалось да зачем мы здесь вообще все-таки мы сделаем всю эту работу за свои деньги даже не на грантовой за свои деньги потому что понимаем что в этом обществе потом будет жить и наши дети и строить свои семьи они будут с теми людьми которые тоже выйдут вот из школ поэтому и на этот вопрос очень широко смотрим и для того чтобы хотя бы наш семей нашей семьи наши дети в будущем имели тоже определенные гарантии того что жизнь будет хорошей да мы работаем на всю владимирском у нас есть небольшой опрос наших горожан и так они отвечали такой вопрос а контролируете ли вы деятельность ваших детей в сети интернет если да то как давайте посмотрим что отвечали горожане ой обязательно потому что они смотрят всякую ерунду непонятно как обязательно в интернете выкладывают такие вещи самим неприятно даже а детей обязательно а как их можно прокомпровировать надо смотреть что они смотрят а я буду объяснять что можно смотреть если что-то увидит такое ну страшное непонятное чтобы она меня спросил чтобы я объяснила полезно давать им играть в этих делах ну а вторых ну в общем контролируйте контролируйте внушательническое это очень серьезное и опасное вот видите как получается все считают что точно необходимо защищать детей в сети интернет но как мало кто приводит конкретные примеры а получается что родителям нужны необходимые курсы дополнительные дополнительные знания о том как это сделать родительский комитет в этом направлении работает вот к сожалению для родителей мы пока не предоставляем таких вот курсов данным хотя мы об этом думаем потому что уже даже от школ есть запросы чтобы на родительских собраниях такие вопросы поднимать у меня уже там готовится беседа на данную в данной тем потому что с детьми мы говорим об одном из родителей все-таки надо говорить о другом и хотелось бы тоже отметить что вот одна из угроз для детей этот наши родители да потому что они в силу даже с благих намерений да могут сделать действие которые могут навредить детям в силу каких-то незнаний потому что может быть область которые они не сильно они разбираются данной области это конечно не вопрос к ним это больше вопрос другим скажем так структурам которые этими этим вопросом даже просвещать или огора огораживать да но такой вопрос да есть поэтому провести лекции по информационной безопасности для учеников 9 10 11 классов мы пока можем да то есть любая школа города владимира да и области в принципе может нам позвонить и мы приедем бесплатно все проведем где разберутся там там настроиться занятие на два учебных час и в эти два учебных часа мы в принципе можем большой поток вопросов разобрать вместе с учениками и сказать вот самое то главное это опасность в чем заключается вот вы говорите какие технические средства до опасность заключается не том чтобы оградить детей да а в том что у них сформировался стержень внутренний который бы их отгоражал у нас даже раньше был мультик что такое хорошо и что такое плохо вот в них внутри должно это быть чтобы они вот видели явление в мире и сразу могли дать оценку вот это вот хорошо а вот это плохо к сожалению сами аналитические они дойти пока до этого не могут да потому что должен быть определенный опыт знания стратегическое мышление на не на 5 там 10 минут или там день-два-три то она годы может быть даже десятилетия даже на жизни вперед потому что некоторые процессы настолько далеко вроде бы даже на целую жизнь они кажутся что неблагоприятные а если посмотрим в преемственности поколения то там уже видим негативные тенденции сейчас не будем приводить примеры как научить детей фильтровать информацию мы поговорим в следующих выпусках рубрики информационной безопасности у нас гостях был михаил карпов председатель владимирской региональной общественной организации родительский комитет владимирской области спасибо михаил и до новых встреч благодарю